Вставай Вот, Жень, знаешь, ну, во-первых, доброе утро, Казахстан. Доброе утро, друзья. Во-вторых, я хочу сказать, что наше чадо растет с тобой. Смотри, посмотри на его глазки, да? На тебя похож, на тебя. Большое. Да нет, мне кажется. Очи-то твои. А мне кажется, настроение-то твое, понимаешь? Настроение мое, а вот внешне все от тебя, все самое замечательное. Друзья мои, это утреннее шоу «Будельники», как всегда. Серж Позитив и Жень Таранова. На отличном настроении. На отличной волне, с хорошим настроением. Разбудим абсолютно всех, поэтому просыпайтесь. Кто на работу, кто в школу, кто просто просыпается на зарядку. Кстати, зарядка – это хорошо. Вот о ней сейчас пойдет и речь. Я хочу, чтобы сейчас нам наш... Кто у нас ставит музыку? Музыкальный директор нам составляет плейлисты, Жень. Я хочу, чтобы он прямо сейчас поставил нам хорошую музыку, под которую мы бы с тобой могли сделать эту самую зарядку. Окей. С наканем природы вставай, вставай. Доброе утро, Казахстан. Теперь, знаете, Жень, я сижу не один в горшке, а ты со мной. Вот посмотри. Замечательно. Теперь мы оба в этом сообществе анонимных горшканистов. Давай. Я так тебе скажу. Но сегодня мы с тобой не одни. Почему нас выселилась с нашей дорогой и любимой кровати, где мы всегда проводили с тобой так прекрасное время? Почему? Потому что вот эти люди, которые сегодня в гостях пришли и забрали у нас ее. Сегодня в гостях у нас Тимур и Рустам. Я специально записала, для того, чтобы не забыть, потому что у меня бывает, часто память пропадает. Рекорд-лейбл у нас сегодня в гостях – те люди, которые знают, как поют звезды вживую и по-настоящему. Доброе утро вам, ребята. Доброе. Доброе. А где ваш позитив за кадром? Ура, боже, боже, боже. Доброе там еще. Утро добрым не бывает. А, как началось сегодня ваше утро? Звездное утро. Как оно начинается? Уже не всегда все звезды. У нас не звездное утро, у нас обычное утро. Человеческое. Человеческое, да, да, как у обычных человеческих особей, которые встают рано утром, моются, чистят. Посколько просыпали? Давайте с этого начнем. Ну, сегодня в 6 утра. Молодец. Наоборот. А, у тебя наоборот. Ну, понимаешь, креативные люди, они все-таки креативные. Понимаешь, молодцы. Скажите, от соцсетей зависимы вы? От соцсетей? Ну, я так думаю, что в наше время мы все зависимы. Более того, мы независимы. Мы, как бы, даже, там, ну, должны действовать, чтобы... Нет, ну, а такого нету, вот, что вы проснулись, да, и сразу в телефон? Да, есть. Там лайки считаются? Инстаграм хотя бы. Инстаграм, это вообще, мне кажется, святая святыль. А не вызывает Инстаграм депрессию? Вот у Сережи, там, он, посмотрю, да, я скажу, Сережа, я посмотрю, там все отдыхают, вот ты сидишь, работаешь, пашешь, и думаешь, а вот же такие хорошие люди, да. Нет, я лично вообще отключился, все уведомления вообще отключил от телефона, чтобы меня ничего не отвлекало, потому что, я, честно говоря, всем, кто хочет жить жизнью, а не социальными сетями, советую отключить все уведомления, и жить просто, ну, заходить по мере нужды. А вот у Рустама как? У меня не так. Я независим, я узник, да? Нет, я не узник, но я просто иногда бывает просыпаешься, и нету других уведомлений. И все, депрессия на весь день, да? И ты не знаешь, что я отрезан от мира, ты потерян просто, да? А завтрак эти как? Соблюдаете там какое-то здоровое питание? Ну да, в принципе, в обед завтракаем нормально. А, в обед завтракаем? Нет, слушай, ну ты утром борща себе наварил, там, я не знаю, или все-таки кашечку там? Нет, ну, желательно кашечку. Кашечку, да? С чем кашечку? Фистически. Яичница. Яичница, ну, все как полагается, да? А тебе кто-то это все готовит, или ты сам там кашеваришь? Ну, я сам там. Нет, Женя намекает, свободно ли твое сердце или нет? Кто-то готовит, а сердца нет. Все занято, Женя, выняла? Все занято. Все занято. А он так вот сказал, Женя, все занято, безнадежно, понимаешь? Все, уехал такой. Ты реально безнадежно уже понимаешь, у тебя все хорошо. Да, у меня тоже все занято. Слушай, депрессия точно на весь день. Я не знаю, как у кого, у нас, у меня реально сейчас депрессия, поэтому давайте от депрессии спасаться хорошей музыкой. Прямо сейчас предлагаю посмотреть клип на лучшем музыкальном и, наверное, проснуться вместе с нами, друзья, потому что я тут утренюшу в будильнике, просыпайтесь. Все, давай, сказал Сережа, и мы поехали далее. Сегодня в гостях у нас замечательные ребята из группы Рэкер. Из группы. Ребят, когда группа создалась, Женя? Группа Рэкер. Женя, вот у нее с утра бывает такое. Мы сейчас станем знаменитым продюсером и возьмем ребят. Подожди, давай спросим ребят, как вы вообще нашли друг друга? Как вы познакомились? Ну, у вас же тандем такой дружеский, там, рабочий, я не знаю, как вы все-таки нашлись? На самом деле, в Алмате, Алмата нас как-то соединяет, да? Соединяем, да? Да, да, да. Соединяем людей со всеми. Нет, ну хорошо, вот раньше ты там чем занимался? Да, чем занимался? Или ты сразу пошел? Я здесь был тоже, работал уже в сфере шоу-бизнеса. Помогал, таскал там, ставил. Грузчиком работал. Это давно было, давно я вообще попал тогда, помощником съемочной группы. Серьезно, ты был помощником съемочной группы, окей. Ну, я все время занимался. Я никогда никому не помогал. Я никогда ничего не таскал, да. Так, ну и хорошо, ты звукач, ты отоскаешь. Нет, я когда он приехал, я уже была студия, сидела в Роменаде уже, да. И Тимур приехал с Ашкента. Вот в чем заключается ваша работа? Давайте так. Давайте. У нас, ну, нам заключается работа, вот, сделать то, что все слушают, нормально вид привести. То есть приходят артисты, поют песни, мы, то есть это все сводим, делаем, чистим, ну, доводим до ума и... Давай так, пришел артист, вот голос никакой, можно его вытянуть так, чтобы... И сделать конфетку. Ах, вот это, вот это нереально. Он специалист вот сидит. Специалист по-вытягиванию. То есть бездарности у нас хватает, реально, да? У нас? Да. А вот сейчас я должен так сказать, да? Нет, это вопрос. Хватает, да. Это вопрос. Нет, все поют в основном, вот, люди, которых вы знаете, которых вы считаете, артисты поют. Они поют. Все стараются. Ну, хотя бы стараются. Да, можно сделать, но на самом деле все равно должен быть какой-то хотя бы потенциал, хотя бы приятный голос. Хотя бы желание. А бывает такое, что ты пришел там, ну, у тебя нежелание и потенциал тебя заставляют, и нужно что-то сделать. Нужно как-то помочь, вытянуть, я не знаю, сказали, пришли. Я не знаю, продюсер пришел и сказал, ребят, вот этот человек нужно сделать звездочку, из этого человека нужно сделать, ой, из песни нужно сделать конфетку. И вы вот сидите, все и делаете. Бывает так? Ну да, если платят, ну... Так, окей, все, давайте. Воздущеньке любимый вопрос. Самое главное, чтобы я не спросила, сколько это стоит? Ваши услуги сколько стоят? Ребят, ну надо вот край записать. Ну, это стоит 100 тысяч. Сколько? 100 тысяч. 100 тысяч тенге? Так мало? Ну, это полпесни там. А! Там две строчки, она спела, 100 отдала. Хорошо, отдаю вам 100 тысяч тенге, записываюсь. Нет, вы приходите, ты приходишь со своей песней же? А я приходишь со своей. Нет, это понятно. Со своей песней, со своей музыкой, со своими словами. Приходишь, я хочу просто записать. А просто записать, в общем, стоит 100 тысяч. И чтобы было хорошо это, да. А чтобы песню написать, 100 тысяч тенге. Ну нормально. Нет, а песню, конечно, да, все песни стоят по-разному, начиная там. А вы еще и песни пишите? Да, пишем песни. Господи, ну вот с этого там надо и начинать. Кому писали уже? Ну, я писал себе, там, Сады Миппел. Нет, ну это да, это хит был. А там другим казахстанским артистам? Ну, NG группа, где она с нами, а вот мы с рапом вместе. А вот вдохновение откуда черпаете? С руки, ой, фу, с этого. Нет, откуда оно приходит? Ага. Вот ты можешь просто... Нет, я не пишу текст, я пишу музыку. Нет, я... А, ты пишешь музыку, а вот с текстом, мне кажется, что это другое. Нет, у нас команда людей, которые работают, мы вдвоем, это одна часть команды, у нас... Выборцы. Выборцы, людей, которые работают, кто-то пишет песни. Ну так вот на вскидку человек 7-8. 7-8 человек, да, уводят. Ну, это реально целая команда, которая пишет. Но, допустим, потому что любой может прийти и сказать, ребят, я хочу песню про кирпичи. Конечно, можно. Просто всю свою ситуацию. А как узнать, вот песня хит или не хит? Вот человек тоже приходит, опять же, ребят, блин, хочу хит. Ну, есть... Вот как реально распознать хит? Потому что мы всегда говорим, да, что артиста делает хит. Ну да, на опыте, я могу сказать, во всех хитах есть повторение определенное. В припеевах, например, там какое-нибудь слово, либо какие-нибудь предложения повторяются пару раз, это уедается. Я сейчас, на самом деле, скрываю очень такой секрет, который... Который сейчас используют все. Да, усложняют все эти песни. Нужно усложнять, нужно просто простые песни, в которых есть изюминка какая-то. Какие? Тупые. Не совсем тупые. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну да, не надо грузить, нужно простые. Должно быть вступление такое, чтобы оно сразу узнавалось. И что там похоже на все. Не надо вкладывать, я так понимаю, смысл в эти песни? Нет, ну какой-то же должен быть. Ну чуть-чуть там приспоснеживается. Ну когда начинаешь, сложно. Можно в английском вообще ничего не вкладывать. Все, Жень, давай все-таки фильм посмотрим, клип посмотри. С дыханием природы, вставай, вставай. Фильм-клип мы посмотрели уже, поэтому едем далее. Все-таки, ладно, работа, работай. Как отдыхаете? Никак. Вы не работаете больше, да? Наша работа... Вы, значит, на работу, как на праздник? Да, мы кирпичи кирпичи будем сейчас сказать. Про кирпичи песни только. Подожди, я хочу спросить Рустама. Песню, видимо, как ты написал ее? Ты слова писал? Слова не, я писал. Слова вот участник группы. Наш тоже друг хороший. Но я знаю, сначала ты ее записывал без задыми. Да. А как потом она? Все равно девочка нужна, да? Нет, просто... Ну да, девочка нужна. Ясно. И как вы все-таки решили там вместе? Мы решили, я ее давно знаю, она участница группы Индиго, а я был как бы, ну, музыкальным продюсером. Да, я записывал, сводил там, писал песни. И как бы она с коллектива, когда от коллектива отошла, Рома, ее продюсер говорит, ну, давай, может, сделаем. Ей нужен как бы хит. У тебя есть песня, мне нравится, давай, давай, типа, запишем. Ну, давай, записали. Сняли. И все, и выстрелила. А клипчик-то подожил? Клипчик-то есть. Да, клип есть, Жень. Я не видел. Надо посмотреть. Да. Обязательно посмотрю. Ребят, расскажите еще про ваш проект с Назом. Что у вас там? С Назом. Что у вас, опять же, объединило здесь. Сейчас я расскажу. Наз пришел как-то к нам недавно и говорит, вот, у меня есть такой проект, который просто всем снесет башню. Он говорит, я буду в таком абсолютно нестандартном образе, и у меня очень необычные песни, которые должны, по крайней мере, вот, как вот, мы считаем, как-то взбудоражить. Взбудоражить наш уже народ, который все пределает, которые уже, знаете, разбалованные такие, и уже какую-то изюминку подаваешь. Неординарное такое. Если это все подкрепить интересным видеоматериалом и так вот комплексно подойти, то, мне кажется, это будет интересно. Причем нас вот раньше он не попадал каким-то образом к нам на студии. Я всегда не мог понять, почему РАВ все время, вот, когда у них был какой-то там коллектив, они приходили, все приходили, нас никогда в жизни не видел. Почему он? И он пишет. И вот он пришел. Тут он пришел, говорит, и он тоже говорит, почему я раньше у вас не знаю? А где вы находитесь? Как можно найти? Мы находимся в Алматы. Ну, это ясно. Муканова 241B. В центре города. Вот, то есть надо говорить, понимать, я вас к рекламе тяну. Они сейчас и боятся. Это чтобы записать бесплатную песню в будущем. Да. У нас есть 41B, блоквайд HB1. На сайте есть прям адрес. СОЕ-рекордс точка ком. Ага. Еще раз давай. СОЕ-рекордс точка ком. Все. Ребят, а мне интересно, а как вы все-таки зарекомендовали себя среди нашего шуберна? Потому что, наверное, много же звукозаписывающих студий? Очень много. Мы работаем, всегда стараемся делать максимальное качество. Да. То есть мы всегда... Максимально в сроке. Да, максимально. Ну, в сроке, естественно. И, ну, мы достаточно давно работаем со звуком. Лично я в Алмате, начиная с 2007 года, получается, 7 лет. И, ну, лично я до этого еще работал. Ну, столько же примерно. Тоже в студиях, как бы. И не только я, ну, Рустам тоже работал. Ну, как бы опыт. Самый главный опыт и стабильность, как бы. Как говорится, профессиональный материал, он только когда стабильный. А клипы? Когда клипы начнете снимать? Уже когда такой уже полный продакшен у вас будет? Ну, уже у нас есть оператор, да. Но он сейчас мы его выращиваем, чтобы он был в Тринбанде. Сколько растить будете? Он уже почти вырос. Уже почти созрел, да, получается? Да, перкинбаев. Поливают. Чтобы он вырос и нормально уже созрел. И чтобы клипы нам было снимать. Мне интересно, вот как вы изначально все создавали? Это была какая-то каморочка где-то или сразу в этот шейс? Совершенно верно, да. Была небольшая каморочка, вот где вот работал Рустам. Мы приехали, даже это было не в Проминаде. Да, это было в Самале. В общем, в квартире на первом этаже. В Самале есть каморочки? Да, есть. Нет, ну это было бы хорошо на первом этаже. Да, было бы хорошо. Это была бы хорошая каморочка. Студия, прям вот, я бы сказал, как очень маленькая студия. Мне было очень не тесно там петь, что-то очень жарко. И потом вы начали все-таки расти, да, как-то? Начали как расти, поливаться. Начали расти, естественно, стараться как бы выходить на уровень, на артистов, на нормальных, на хороших. Бывали какие-то неудачи у вас? Или ваш путь усыпан розами? Нет, бывало, что артист приходит и говорит, ребят, вы что меня записали? Это что это? Я вообще не боюсь голоса-то. Я не хочу так петь. Нет, ну бывают моменты, когда люди приходят и говорят, можно переделать вот здесь вот так, вот так. Например, у нас свое видение на трек, на его звучание, а артист приходит и говорит, ну я бы хотел, либо он где-то послушает его, говорит, здесь что-то, можно там потише, где-то погромче, ну вот такие, а так, чтобы все, я не беру, короче. Такого не было, да? Такого не было, да? Нет, не бывает, если песню ты пишешь, человек, ты же не знаешь, что он хочет, говоришь ему, я тебе напишу, все. Он приходит, говорит, блин, нет, что-то вроде, ты не то, что бы хотел. Ну да, все. Ну вот у вас не бывает плохих пизин, а у нас не бывает плохих видеоклипов. Прямо сейчас посмотрим самый лучший видеоклип, не знаю какой, все зависит от нашего модератора. Ну что, мы уже готовы продолжить, всем доброе утро, мы с Сережкой на месте, миньоны наши на месте, гости наши тоже на месте. Ребята, вы проснулись? Гости тоже миньоны. Да, да, да. Миньоны наши. Проснулись, да, все нормально? Нормально, да? Смотрите, в общем, есть у нас соцопрос, на котором мы нам, точнее, задаем вам вопрос, там есть два варианта ответа и нужно быстро ответить на один вопрос, точнее, выбрать один вариант. Все это нужно делать незамедлительно. Коллективно или по каждому? По каждому вообще сделаем, сначала одному, потом второму. Давай, Женя, начинай. Ты готов? Ну давай. Точно? Только надо мыслить. Не думая. Хорошо? Утро-ночь. Ночь. Не думая. Не думая. Нет, то есть я говорю, медведь-миньон, ты сразу выбираешь. Не думая. Да, ты просто выбираешь. Ты просто не думая. Ну давай. Папа тебе звонит. Да, я вижу. Давай. Итак, утро-ночь. Ночь. Деньги-власть. Деньги. Быстро. Кошка-собака. Кошка. Будильник или сон? Быстро. Сон. Папса-классика. Классика. Шум-тишина. Быстро. Шум. Толстый-тонкий. Быстро. Тонкий. Пессимист-оптимист. Быстро. Длинный-короткий. Длинный. Большой-маленький. Кино-сериал. Кино. Молодец. Так. Кошка-собака. Тима и быстро это. Тебе? Ему? Или мне? Нет. Давай теперь пройдем. Там зажигаем, да. Кошка-собака. Что ты там ответил? Кошка, да, по-моему? Кошка. Домашнее животное есть? Есть. Кошка. 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 Как зовут? Кот есть собака. Бонти. Бонти? Бонти. Кто придумал такое изысканное имя кошки? Это очень серьезная история. Там целая история. А, там целая история? Да. Это удалось бы называть Барсик, Муси. Самые распространенные имена, да? Имена, клички. Так, шум-тишина. Любишь? Я сказал шум, да? Но надо было бы сказать тишину, походу. Ты устал от шума, наверное? Устал, наверное. Ну, я больше люблю... Пилите на постоянных... Да, хочется тишины. Слушай, ты сидишь реально как в караоке, да? Ну, не говори. И вот каждый приходит и по сто раз поет одну и ту же песню. Ну, не говори. Над нами еще караоке. А, я не знаю, караоке. Шикарно. Слушай, у вас там вообще здорово и замечательно. Так, ну, теперь... Рустам. Теперь Рустам. Ты будешь на очереди. Ну, ты понял уже, как отвечать, да? Быстро и ясно. Будненький или сон? Сон. Большой или маленький? Маленький. Зеленая или красная? Красная. Денький слава? Слава. Музон это? Что? Твердый или мягкий? Твердый. Лагман казы? Лагман. Снег или дождь? Дождь. Астана-Ташкент? Ташкент. Смолился. Так вот, буквально-таки, полчаса назад, я же там говорил нам, что он с Ташкента, но потом сказал, нет-нет, я... Я с Алматы. Я с Алматы. Да, а сейчас... Большой или маленький? Ты ответил, маленький. Автомобиль у тебя есть? Нет. Ну, есть как бы и как бы... Большой или маленький? Я даже не знаю, как это... В Залоге где-то или... Нет, где-то есть нормально. Ну, вот большой, да. В Залоге где-то. Джип. В Залоге. А давай спросим, а кредиты у ребят есть? Нет, к счастью, выросли. У меня как бы не может быть. Не может быть. Хотелось, но нет, он же не гражданин. Не гражданин РК, да? Да, вот он уже. А у меня как бы был, но к счастью, нет. Уже закрыл его платить. Сколько брал? Три миллиона. Три миллиона? Это шесть. Ты заранее... Это шесть я отдал, я думаю. Ты заранее погасил? Да. Не шесть, а... Ааа, шесть. Молодец. Все-таки студия начала работать, да, и... Музон начинает работать. Музон начинает работать, и я на счет получил. Так, что ты там сказал? Музон это что? Да. Ну, вот так. Что Музон это? Ты сказал Музон... Музон это... Я сказал. Ребят, подожди, мне интересно, а во сколько вам лет? Нет, нет. А во сколько дадите? Пятнадцать. Тридцать три? Ну, там, двадцать восемь наверх. Нет, тридцать. Было вот на еде. Уже дядечки. Вот реально, слушай, все так боятся, говорят, ну, тридцать три, тридцать, все, это уже... Это приговор или нет? Да, нет, нет. Приговор. Вот на сколько себя ощущаете? Я себя на двадцать ощущаю. Тима на сорок бой. Нет, ну, я не ощущаю, что это какой-то... Раньше, может быть, такие были мысли, то, что там, когда тридцать будет... Тридцать-ник настанет, все, это уже закончилось. Такое ощущение, что мы не изменяемся. Да, это то же самое все. Такое ощущение, что... Визуально, да. Тут все нормально. Ну что, не изменяется наше настроение, друзья, не изменяется наше утро, потому что это утреннее шоу Будильники, Серж Позитив, Женя Таранова, ну и, конечно же, наши замечательные ребята. Как название ваше из-за людей? С-О-Е-Рэперс. С-О-Е-Рэперс. Женя, не вы говорите. У меня английский вообще напряг, поэтому я буду... О-О-Е-Рэперс. Я буду... Нет, я у меня тоже не знаю. С-О-Е-Рэперс. С-О-Е-Рэперс, друзья мои. Ну, а мы продолжаем, впереди еще одно видео-назвитка. С теканем природы вставай, вставай. Вот так по-позитивному, по-позитивному, по-твоему проходите наше утро. Ребята, а мне интересно, а почему именно такое название в вашей студии? Почему там нет? Это прям на поле лучше. Ну, это тоже как бы... Плюскин-рэперс, я не знаю. Нет, это просто давно уже пошло очень... Или можно... Раскрывали мы... Нет, нет, сейчас вы услышите расшифровку, это будет просто... Нет, это было давно, мы просто как бы изначально, вот очень давно у нас в Ташкенте была как бы группа, мы назвались как бы «Соль земли», вот у нас было название, но немножко напрягало как будто что мы как бы решили так сократить там «Salt of the Earth», и потом как бы убрали слова «S-O-E», оставили вот так, и как бы начали раскручивать это просто дальше больше. И ты, получается, потом с этим названием переехал в Алмату, и Рустам... Ну, не только я, как бы, я еще с друзьями с вами приехал, которые вот... То есть там сразу мы в первый же день... Первый же день вот они приехали, я их встретил, да? Да, и мы познакомились и начали работать, и как бы так, ну, нашли... Нет, а как вы познакомились? Скажи, там, по интернету, я не знаю, или... Нет, общий знакомый просто... Они приехали сюда, и я их встретил, как бы, и поехали ко мне на студию, и все с этого момента. Да, и... Представляете, что как можно создать сообщение и перерасти в бизнес? И сколько вы уже вместе работаете? И перерасти в дело какое-то? Ну, это 7 лет, получается. О! А ссоры бывают между вами? Там, на работе... Не особо, мы просто можем там просто поспорить, нет, поспорить, максимум поспорить, да, и все. Нет, конечно, да, всякие бывают случаи, как у всех людей, да, но мы... Такого нет, что прям... Просто на самом деле Тима, с ним тяжело очень поссориться, да? Ага. Ну, и с Руссомом тоже сложно поспорить. Я как бы, у меня в конце все в прикол идет, да? Ты теперь берешь, как юмор, да? Да, а у него как бы все это на... Он на тормозах выдержит все на тормозах, да, так все. И ты, ну, человек, если он вообще не поднимает на тебя тон, да, и ты думаешь, ладно, что это нет, я зову опять. Ну что, спасибо вам большое, что этим утром вы сегодня были с нами, что рассказали нам, чем вы занимаетесь, какие звезды... Кстати, какие звезды последний раз вам приходили? Последний раз вот к нам приходил Нас, Гипно Клаун, Турал, Турар, вернее. А то я думаю, Турал нам говорит, что он записывается на Украине. А здесь... А где Дельнаса Хмадиилова? Ну, в смысле, вот она вот альбом представляла. Она у вас его записывала? Маквалас Абекуа. Ну, я не знаю, у нас много пишется. Ну, Карат Нуртас, кстати, посылся. Ну, ничего себе. Да, одну песню. Теперь будет Джин Таранас. Аура у нас сразу такая. Аура у вас хорошая. Там благовония сжигает. Так же, хочу сказать, у нас очень много пишется рэперов, и вот мы вообще как рэп лейбл представляем, вот сейчас будем выдвигать на рынок хип-хоп проекты. У영 Салеховhy Голлари много. Сейчас будет много рэперов, которые мы уже... Люди подрастают, которые готовы слышать хип-хоп, да? И хочется прям. Ну, тойilated бизнес не надо? Не надо той бизнес не надо! Не надо той бизнес не надо. Не надо той бизнес трюкмена! Не надо той бизнес! Он будет от него никуда не клеить, да? Он будет от него никуда не Witchett! Он будет, да? Классно да, тоже хорошие песни, много людей, кто это слушает. Но есть люди, которые хотят слушать такую музыку и им не дают ее послушать, да? Ну, на свадебе рэпера пригласил тебя? Ёо, Фа. мы уже приглашаем ваша на автопати на припати на клубные какие-то вечеринки концерты то есть люди хотят видеть сейчас мейнстримовую дошли слава богу и призвать всех звездочек записываться передать я хочу передать привет своей жене дине всем нашим ребятам из свой рэкордс всем рэпером мы прорвемся пацаны в ташкенте вдруг и всем кто меня знает и нас усталом знает всем привет все а я вот раз я уже передаю привет всему казахстану зазыбай зазыбай доброго утра приходите к нам на студию пойте да пеп на самом деле песни это очень хорошо нужно петь когда будет будете петь будет все хорошо даже если вы будете у вас будет хорошо даже если не умеете петь даже если вы не хотите петь вы будете петь вместе с нами, возможно, все, друзья а вместе с нами, возможно, просыпется третья, Женечка спасибо, Сережка, что напомню что третья камерка наша в общем, друзья, просыпайтесь вместе с нами утреннее шоу «Будельники» вернемся, мы еще в пятой студии, подведем итоги и поговорим все-таки, Сережка, хочешь что? ну, грубо, как можно все, хорошо, да, давай, решим с тобой потом давай, 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 давай ну, а пока что мы прощаемся с ребятами спасибо вам большое спасибо вам мы разбудили вас да зарядили вас да весь день позитива просто спасибо ну, спасибо все, давай, клип Жень, знаешь, все-таки, мне кажется, вселенная, знаешь, дала тебе шанс ты запишешь песню, будешь петь нет, ты понимаешь, представляешь, если эта песня будет хитом понимаешь, даже, эти же ребята говорили, что даже людей, которых нету голоса, могут прийти и спеть вот, у меня нету голоса, я приду и спою, и ты выстрелит прикинь, выстрели, да, и, ну, эта же песня будет звучать в эфире как-то «Будильников» наверх? конечно, вот первая песня я посвящаю «Будильникам», но не без своего участия, поэтому, друзья мои, в скором времени, я думаю, что вы теперь будете просыпаться под нашу песню свежим позитивом, про «Будильники», конечно же, ну, а вы, друзья мои, пока что просыпайтесь под нас, это гораздо лучше, чем под вашей пипиканье «Будильник» да, друзья, увидимся уже завтра в это же самое время на этом же самом канале и в этом же самом составе пока Субтитры подогнал «Симон»